Здравствуйте, мои дорогие зрители, мои любимые друзья! Сегодняшнее видео будет видеозапрос, и меня просила Светочка Мартынова и Таша Бьюти рассказать о моих любимых средитвах от белорусских производителей, моих фаворитов и к чему я постоянно возвращаюсь. Честно скажу, девочки, вы меня очень озадачили, потому что совершенно недавно я призналась вам в том, что я прекращаю пользоваться белорусскими уходовыми средствами. На то были причины, и честно вам скажу, вот не работают они так, как говорят нам сами маркетологи. Поэтому эксперимент длился долго, был целый год, я перепробовала кучу продуктов, и могу с уверенностью сказать вам, что для того, чтобы что-то работало, это должно произойти чудо. Но всё же есть продукты, к которым я постоянно возвращаюсь. Сегодня я вам расскажу всего лишь часть, которая сегодня есть у меня, и, конечно, покажу некоторые, при ней расскажу, но не покажу некоторые продукты, которые я могу вам посоветовать купить. Руки. Начнём с рук. Крем для рук с муцином улитки от Belita Vitex. Это прекрасный крем. Хочу вам сказать, что я не верила в его чудеса до тех пор, пока у нас не появилось пушистое чудо по имени Нюша. Это кот моей подруги. И гостил он нас 20 дней, пока наши друзья отдыхали на море. И вот в тот период, конечно же, я не могла не потискать это чудесное пушистое создание, но оно царапалось, оно игралось очень, как бывает, резко. И, конечно же, руки у меня были все поцарапаны. Крем этот наносила я на ночь. И вы знаете, какое моё было удивление, что он действительно работает. Я не знаю, может быть, и с корейской косметики тоже что-то, может, там такое будет для рук с муцином улитки, будет также действовать. Но вот именно этот крем от белорусских производителей для рук, он прекрасен. Я его покупаю уже не первый раз, потому что действительно работает, девчонки, мне нравится. Дальше не буду долго останавливаться, уже я вам говорила в пустышках. Это вот такая жидкость для снятия лака от Vitex с маслом апельсина. Очень хорошее средство. Дальше средство для удаления кутикулы. Ногтей с эфирным маслом пихты и чайного дерева. И от Riloui вот такой корректор для лака, если вдруг у вас... Ну, бывает такое, что мы выйдем за поле ноготка, и получается некрасивая клякса. Так вот, вот эти средства покупаю постоянно. Экспериментировала уже несколько, и пока что меня устраивает в них все. От того, как они работают, до их цены. В общем, менять не буду, и вам советую тоже, может быть, посмотреть бюджетно и очень даже неплохо. Далее, уход за лицом. Мезокомплекс. Когда-то я тоже делала видео по уходу за лицом. Мезокомплекс. Кое-что мне там нравилось, кое-что не нравилось. Единственное, что я оставила у себя, это вот эта мезоскатка. Хочу сказать вам тоже, что у корейцев есть намного интереснее мезоскатки. Но поиграться, потому что у меня очень много уходовых средств, особенно очищающих для лица. Так вот, от белорусского производителя Биолита я оставила ее. Мне она понравилась. Это глубокое очищение. Вы знаете, ничего нету сверхъестественного, но поиграться все-таки мне иногда бывает хочется. Содержится здесь какая-то оптимкухуал. Это синтез голуроновой кислоты, молочная кислота, бетаин. И да, хорошее средство. Можете также присмотреться к нему. Далее, серия идеальное отбеливание. И в данном случае это у меня дневной крем с SPF 20. Я вам хочу сказать, что очень удачная серия. Много всего, там и маски есть, там куча-куча всего. Но пока что я пользуюсь только дневным кремом, потому что у меня веснушки. И сейчас наступило теплое время года, и они у меня страшной скоростью поперли. Но отказать себе в удовольствии быть на солнышке я, конечно, не могу. Так что этот крем мне нравится. Далее, я недавно вам говорила, что купила вот такую сыворотку-суперлифтик для лица, шеи и декольте. С галуроновой кислотой, коллагеном и с дамасской розой. Это в таком тюбике находится средство. Я хочу вам сразу, девочки, сказать, что это профессиональная серия. И я наношу ее всего лишь раз в неделю. Вот. Так что да, мне очень нравится это средство. Покупаю ее уже не первый раз. Далее, серия Ливингель. Это моя пока что любимая серия у Белиты Витекс. И я всегда покупаю молочко для лица. И покупаю также маску антистресс. Помощь кожи, поврежденной стрессу в городских условиях. Так она называется. Здесь содержится масло миндаля, виноградные косточки, экстракт лепестков роз, экстракт цветков апельсина. Я хочу сказать, что вот это такое странное красное создание. Долго очень не держите, потому что кожа очень сильно краснеет. Но вечером, когда я принимаю в ванную, раз в неделю эту масочку я наношу. И мне она очень нравится. Ее, кстати, можно держать 10-15 минут. Вот, один-три раза в неделю. Регулярно, говорят, один-три раза в неделю. Ну, в общем, раз в неделю я и пользуюсь. И вполне-вполне довольна. Далее, волосы. Первое средство, которое я хочу вам показать, это вот такую сыворотку с кератином от Vitex. Она восстанавливает волосы и делает глубокое питание, идеальные гладкие волосы. Это вот сыворотка. Наношу ее на влажные, вымытые волосы. И вот знаете, когда вы моете волосы, чешуйки волос раскрываются. Ну, вот эта именно сыворотка их закрывает и делает ровными, гладкими и напитывает кератином. Сыворотка очень легка в применении. Открываете, она жидкая, выливаете, наносите на волосы и потом можете сушить, как вам будет угодно. Аромат у нее яблока, по-моему, да, яблочное, такое, знаете, сладкое яблочко. Очень хорошее средство, мне нравится. Далее хочу вам рассказать о вот таких средствах от фирмы Bielita Vitex. И это серия люкс-кератин. Так, пока что сюда отставим. Так, кератин, бальзам восстановления для кончиков волос и кондиционер термоуход для сухих волос. Значит, сюда в... Подождите, значит, вот это хочу первым сказать вам. Значит, для сухих кончиков волос. Что сюда входит? Гидролизованный кератин, масло органи, виноградная косточка, витамин Е и провитамин В5. Вот этот бальзам я наношу после того, когда посушила уже волосы, уложила волосы и на чистые сухие волосы наношу этот бальзам, но только на кончики волос. И они становятся такие... они как бы запечатываются, становятся такими тяжелыми. Нет вот этой сухостойной травы. Кто имеет блондированный цвет волос, меня поймёт. То есть вот это средство очень хорошо после сушки. А вот это средство, вот этот кондиционер я наношу перед тем, как начинаю сушить свои волосы. Сюда входит водорастворимый силикон и провитамин В5, а также гидролизованный кератин и комплекс моносахаридов, которые увлажняют кожу головы. В общем, я наношу на все волосы, начиная от корней и до самых кончиков. Дальше, вот это средство... Ой, не испугалась. Ничего, это моя... Там падает, ай, падает. Вот это средство, эликсир для ослабленных и поврежденных волос, значит, содержанием органового масла и тому подобное. Ля-ля-ля-ля-ля. Я наношу на так же кончики волос. Оно так открывается дозатор, выдавливает все средства на ладошку, распределяется и потом уже по волосам. Так вот, что я хочу вам сказать. Сюда вот в эти средства входит силикон. Водорастворимый силикон. Для моих волос, конечно же, это спасение, потому что он немножечко оживляет волосы, какой-то делает их более такими тяжелыми, а не воздушными, знаете, такими вот, как... Ну, понимаете. Но силикон очень сильно притягивает грязь, пыль и все тому подобное. И вам приходится часто мыть волосы из-за этого. Поэтому, конечно же, если вам не нравятся силиконистые продукты и вы абсолютно категорически не хотите их иметь в своем арсенале, то вам эти средства не подойдут. Но я хочу вас предупредить, девочки, что средства, которые я показываю, в основном содержат силикон, потому что он мне просто, ну, очень-очень помогает. Вот. Дальше. Недавно я вам показывала вот такой спрей термозащиты я купила. Вот такой термозащиты я купила. Гидролизованный кератин и протеином СОИ. Тоже очень нравится. Перед тем, как сушить волосы, я его наношу, потому что 80% усваивается здесь продуктов, которые содержатся именно при термоукладке. Так вот. Хорошее средство, неплохое средство. Недавно совершенно я его купила, но я вам хочу сказать, что уже могу рекомендовать. Поэтому я его в свои фавориты и включила. Мои фавориты, это, конечно, несомненно, вот эти два средства. Это блеск и питание, 100% органовое масло. И вот этот кератин с термальной водой. Что они делают вдвоем? То есть вот это вот средство я наношу непосредственно от кожи головы и по всем волосам. А вот это масло наношу только на сами волосы. И я вам хочу сказать, что очень хорошие два средства. Я недавно вам показывала видео, что я их обожаю, люблю. И вы знаете, уже как год я постоянно к ним возвращаюсь, покупаю. И вам от всей души рекомендую также к ним присмотреться. Недавно купила вот такой спрей ламинирования с маслами макадамии и марокканской органы. Ну что? Ну нравится. Вы знаете, вот как бы тут вот так активно я уже попользовалась. И с того, что у меня уже есть, рука тянется к нему постоянно. Хочу сказать, что да, так же будет в моих хотелках, фаворитах. Дальше спрей моделирующий от Студия Стайл. Это от Белиты Витекс с натуральным кератином. Средство вот это выдавливаю на корни волос. И потом укладываю волосы так, как мне нравится при помощи фена и расчески. В основном придает объем. Также волосы не утяжеляются и такая естественная укладка получается. И очень хорошие средства. Кстати, хочу сказать вам, вот эта Студия Стайл, посмотрите, есть несколько. Там вообще линия такая большая. Есть несколько таких средств. У меня единичка по фиксации. Их тоже там будет несколько там. Палитра или как вам там сказать. Очень много их. В общем, посмотрите. Но мне нравится, я покупаю уже не первое такое средство. Там несколько есть. Да. Но моих фаворитов, вот именно вот эта Студия Стайл моделирующий спрей. Скоро лето. Будет очень жарко. Я обожаю пляж. Обожаю все, что связано с солнышком, купанием, загаром. Но кожа у меня подвержена веснушкам. И я, конечно же, ее защищаю. А как? По-другому никак. Есть у меня вот такое средство Солярис от Белитовитекс. Есть вот такое Солярис. И защита из агара есть такое средство. Первое. СПФ 50. Крем. Экран солнцезащитный. Для особо чувствительной кожи. Можно наносить и на лицо, и на все тело с маслом кокоса и тому подобное. Значит, средство это мне тоже понравилось. Купила его. Но крем-сливки восстанавливающий после загара. Но в основном после загара мне нравятся вот эти два средства. Вот этот крем, он дает такой охлаждающий эффект. Питает кожу, увлажняет кожу. Прекрасно наносится. И прям вот, понимаете, после солнца, когда у вас сушь, 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 вам хочется напитаться. Прям как будто в воду опять окунуться. Вот эти вот сливки мне дают потрясающий колоссальный эффект. Но вот этот мусс-крем после загара, он с алоэ и алантаином. И я хочу вам сказать, что это просто такая воздушная пена, которая охлаждает, успокаивает кожу. Это потрясающая, красивая упаковка, которая мне дает еще очень хороший продукт. Мне приятно наносить его на кожу. Иногда бывает, конечно, его маловато, потому что оно такое очень нежное и легкое. Поэтому вот это средство, именно вот эти крем-сливки, мне дают уже колоссальные такие вот напитку моего сухого тела. Декоративка. Есть у меня декоративная косметика. И кое-что мне очень нравится. Первое, что я вам покажу, это основа праймер под макияж. Прозрачная, дышащая, выравнивающая. Очень хорошая такая силиконистая, ну дышащая такая, силиконистая такая масочка у вас наносится. Такое бархатистое, приятное очень лицо. Наносите макияж и потом его прекрасно можно смыть. Хорошее средство, если у вас вдруг расширенные поры, и вот в эти поры потом уже тональное средство никак не проникнет. Мне оно нравится. Аморы, аморы, аморы. Да, действительно, аморы. Далее тушь. Тушь я вам показывала. Моя любимица от Luxe Visage. Вот это вот XXL. Красная, суперобъем. Такой вот эффект накладных ресниц. Хорошая тушь. Тоже мне нравится. Далее для губ. Люблю карандаши от фирмы Reluie. У меня уже вот такой вот маленький карандашик остался. Не часто я ими пользуюсь, но... Я вообще люблю наносить помадой, наносить блески просто на губы и не делать никакой контур. Но иногда бывает, если уже такую матовую помаду, то нужен контур. И у меня есть карандаши. В общем, карандаши от фирмы Reluie. Могу вам порекомендовать, посоветовать. В них есть витамин Е, но в них нет воска. Они такие довольно-таки, как вам сказать, твердоватые. То есть их надо так, знаете, постараться нанести. Мне нравится. Дальше. Помада. Люкс Визаж от Pin-Up. Это матовая помада. От Комплименты тоже идет у меня матовая помада в тонне 03 от Reluie Комплименты. И от фирмы Reluie. У меня есть вот такие вот подделки фирмы Chanel. Очень красивые помады. В общем, что хочу... К чему я-то все говорю? Помады от белорусских производителей. Посмотрите, девочки. Качество хорошее. Носится прекрасно. Вот от Reluie мои вообще, мне кажется, самые любимые. Вот мне нравится в них все. Особенно увлажняющие средства, которые есть в этих помадах. Конечно же, до первого перекуса. Вы потом ее скушаете и не будет видно на губах. Эти помады, они не растекаются. Матовые помады не растекаются. Ничего с ними не происходит такого, чтобы я пришла в ужас. От них нет. Довольно хорошие, бюджетные. Так что помады, да, могут быть. Ну что, мои хорошие, вы скажете, Марина, на этом все. Тебе больше нечего нам рассказать. И я вам скажу, что нет. У меня есть кое-какие еще для вас продукты, которые мне нравятся. Но на данный момент у меня их нет. Один из них это хайлайтер, кавер, герл. Я даже в Беларуси не могу его найти. Мне он очень нравится. В нем прекрасный... Я уже, видите, так показываю, что это такая шайбочка. В нем прекрасный шиммер, прекрасно ложится. Его можно наносить не только как на участки, чтобы подсветить нашу кожу, но и также в качестве пудры даже на все лицо, особенно когда у вас вечерний макияж. Прекрасное-прекрасное будет средство. Мне нравятся также тканевые маски, которые продаются, одноразовые у нас, у белорусских производителей. И я часто покупаю или патчи под глазом, или же полностью на все лицо, и даже есть шею и зону декольте. Очень хорошие. Их... Ну, я, приятно, захожу в магазин, их пару штучек так вот беру и использую дома. А также мне нравятся матирующие салфетки. Если у вас жирная кожа, или, как у меня бывает, летом после крема, уже к концу, например, там, ну, после обеда, к концу дня, немножечко проступает неприятный такой блеск в зоне лба, то я, конечно же, использую эти матирующие салфетки. На данный момент у меня их нет, я их отдала дочери. Ей было... Они важнее. Мне еще также очень сильно нравится тоник с муцином улитки. Вот в такой же упаковочке, только будет написано тоник. Тоже хорошее средство. На данный момент у меня нет, потому что много там других тоников еще купленных, которые надо использовать, потому что... Ну, мне нравится тоник с муцином улитки. Все, рекомендую. Ну, это все. Это все, что у меня есть на сегодня. То, что у меня есть, чего у меня нет, но это мои фавориты, то, что мне нравится. И то, что я могу вам порекомендовать, посмотреть, попробовать и сделать свои выводы. На этом я заканчиваю это видео. Надеюсь, вам было со мной интересно. Как всегда, длинное. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Спасибо огромное, что вы меня смотрите. И, девчонки, подписывайтесь на Инстаграм. Там очень интересные есть... У меня посты, я более подробно и каждый день выкладываю, и что-нибудь там рассказываю, показываю. Так что давайте будем еще там с вами общаться. Всего вам хорошего. Хорошего у меня. Спасибо, что меня смотритесь. Подписывайтесь, ставьте палочки вверх. Пока.